Всем привет! Меня зовут Ольга и в этом мастер-классе мы с вами слепим мишку на ложечке. Нам понадобится чайная ложка и сейчас для туловища нужно смешать полимерную глину FIMO Professional белого цвета с небольшим кусочком глины FIMO SOP номер 39, чтобы получился вот такой оттенок. Берем небольшой кусочек, хорошенько разминаем глину, разогреваем в руках, чтобы она стала мягкой и пластичной. После этого скатываем шарик, ставим ладошки домиком, заужаем один край, чтобы получилась вот такая форма яичка. Далее стеком делаем небольшое углубление в нижней части туловища и после этого пальчиками вытягиваем ножки. Сейчас мы делаем туловище точно так же, как и делали на предыдущем мастер-классе по лепке зайчика. Если вы его не видели, обязательно посмотрите. Итак, пальчиками вытянули ножки, теперь нам нужно выделить животик и спинку. Готово. Далее нам нужно аккуратно насадить туловище на ложку. Для этого сначала стеком делаем углубление в нижней части туловища и после этого вставляем ложечку. Аккуратно поправляем пальчиками. Далее стеком выделяем стопы, делаем две таких вмятинки на каждой ножке и после этого формируем стопы. Готово. Далее соединяем стопы вместе, аккуратно пододвигаем их друг к другу. После этого берем лезвие и подрезаем верхнюю часть туловища. Если лезвие острое, делайте это, пожалуйста, на рабочей поверхности. Теперь пальчиками слегка скрубляем края. Далее берем иголочку и добавляем несколько складочек на туловище, чтобы также выделить животик и стопы. Готово. Откладываем ложечку в сторонку и приступаем к липке рук. Для этого нам понадобится два одинаковых кусочка. Берем кусочек, разминаем его, скатываем шарик, ставим пальчик под наклоном и заужаем один край. Кладем на рабочую поверхность и лезвием подрезаем верхнюю часть ручки, то есть в том месте, где она будет прикрепляться к туловищу. И далее точно так же лепим вторую ручку. После этого переносим ручки на туловище и хорошенько прижимаем пальчиками. Готово. Вот такое туловище у нас уже получается. Далее приступаем к лепке головки. Для этого нам понадобится полимерная глина Fimo Soft в цвете карамель номер 7. Берем кусочек, хорошенько разминаем его и скатываем шарик. Далее переносим головку на туловище, прижимаем пальчиками. Также для большей надежности вы можете посадить головку на зубочистку. Далее берем небольшой кусочек глины, разминаем его, раскатываем колбаску, берем за серединку и скручиваем ее в жгутик. После этого оборачиваем получившейся веревочкой шейку, накладываем так, чтобы не было нахлеста и отрезаем лишнее. Готово. Теперь нужно слепить две веревочки. Для этого берем кусочек полимерной глины, раскатываем тонкую колбаску и отрезаем две коротенькие веревочки. После этого подцепляем стеком, выбираем расположение и прижимаем пальчиками. С этим закончили, далее берем иголочку и проводим вертикальную линию по середине туловища. И также добавляем два крестика. Теперь перейдем к лепке звездочки. Для этого берем полимерную глину желтого цвета с имасов номер 16. Смешиваем примерно в такую пропорцию, чтобы получился вот такой оттенок. Вообще оттенок может быть любой, в зависимости от вашей задумки. Хорошенько разминаем кусочек и скатываем шарик. Пока откладываем в сторонку, нам нужно сейчас определиться с длиной. Берем просто какой-нибудь кусочек глины, раскатываем колбаску и оборачиваем головку. Отмеряем и далее уже приступаем к лепке звездочки ободочка. Отмерили, то есть вот такой длины у нас должен быть ободочек. Теперь берем шарик, раскатываем из него колбаску, сравниваем длину, слегка приплющиваем колбаску и после этого на ее концах формируем по одной вершинке. Всего у звезды 5 вершинок, соответственно нам нужно сделать еще 3 вершинки. Сейчас стеком можно отмерить расположение 3 оставшихся вершин и после этого потихонечку вот так их вытягивать. Если вам неудобно делать звездочку таким способом, можно просто вырезать 5 вершинок и затем скруглить края. Далее кладем звездочку на рабочую поверхность, прижимаем пальчиками, выравниваем поверхность, чтобы не было крупных бугорков. Далее мы будем еще с ней работать, а пока нам нужно убрать лишнюю ширину. Если на поверхности есть какие-то мелкие неровности, ворсинки или соринки, нужно протереть ее влажной салфеткой. Теперь оборачиваем получившимся ободочком головку, так чтобы центральная верхушка была как раз по центру головы, а нижние верхушки соединялись в центре туловища. Готово. Теперь нам нужно сделать две завязочки. Для этого берем полимерную глину такого же цвета, раскатываем тонкую колбаску и сворачиваем ее в жгутик. Далее лезвием подрезаем концы и соединяем пополам. Подцепляем стеком и располагаем вот тут. Прижали основание кончиком стека, укладываем веревочки, прижимаем пальчиками. И после этого берем маленький кусочек глины и располагаем в основании веревочек. Готово. После этого берем влажную салфетку и протираем поверхность звездочки. И если это необходимо, протираем также туловище и головку. Закончили. Далее слепим мордочку. Для этого смешиваем полимерную глину белого цвета с небольшим кусочком глины Fimo Soft Caramel, чтобы получился вот такой светло-коричневый оттенок. Берем небольшой кусочек, скатываем шарик и слегка приплющиваем его. После этого располагаем мордочку в нижней части головки и прижимаем пальчиками. После этого стеком делаем углубление для глаз. И иголочкой прорисовываем бровки. Далее берем полимерную глину черного цвета, отчипываем маленький кусочек, скатываем шарик, приплющиваем его и переносим на мордочку. Это будет носик. Теперь слепим глазки. Для этого берем полимерную глину черного цвета, раскатываем колбаску и отрезаем два одинаковых кусочка. Скатываем из кусочков шарики одинакового размера и стеком вкладываем в ямочки для глаз. Готово. Теперь нам осталось слепить ушки. Для этого берем два кусочка полимерной глины коричневого цвета, скатываем из кусочка шарик, слегка приплющиваем и обратной стороной стека, либо булькой, то есть таким инструментом, шариком на конце, делаем углубление. После этого изгибаем лезвие тугой и разрезаем практически напополам. То же самое сейчас проделываем со вторым кусочком. Ну а теперь переносим ушки на ободочек, выбираем расположение и прижимаем пальчиками. Вот такой мишка у нас уже получается. Теперь осталось добавить тонировку. Для этого натираем сухую художественную пастель голубого цвета на листочек, либо можно набирать сразу из брусочка, и кисточкой тонируем тельце. Наносим пастель в тех местах, где визуально должна падать тень. Готово. Теперь перейдем к тонировке ободочка. Для этого берем желтую пастель, натираем на листочек и смешиваем ее с пастелью коричневого цвета. Смешиваем до однородного оттенка, набираем кисточкой и наносим на ободочек. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин. Итак, с тонировкой закончили. Вот такой мишка у нас получился. Далее отправляем ложечку запекаться в духовку на 30 минут при температуре 120 градусов. После полного остывания фигурки и ложечки акриловой краской белого цвета рисуем блики на глазках и носике. Оставляем краску подсохнуть примерно на 5-10 минут и далее лаком для полимерной глины FIMO, можно взять глянцевый либо полуматовый, покрываем детали фигурки, носик, глазки и ободочек. После того, как покрыли фигурку лаком, ее нужно оставить до полного высыхания примерно на 25-30 минут. И после этого приклеить декор к ложечке на эпоксидный клей. Ну вот и все, мастер-класс подошел к концу. Вот такой мишутка у нас получился. Я с вами прощаюсь, благодарю вас за просмотр и до встречи на следующих мастер-классах.